Итоги уходящей пятницы Какой штраф за несоблюдение ПДД Новые знания На базе 83-го инженерно-аэродромного полка прошли военные сборы Уже интересно было Они уже пошли по расходной группе резервуаров То есть уже пошли делиться опытом Кто участвовал? Ближе к небу В детский лагерь «Мечта» залетели будущие летчики Может кому-то интересно Может кто-то хочет покорить небо, как мы О чем спрашивали дети? А также правила перевозок Сбор урожая И онлайн-покупки В Беларуси активно набирают обороты интернет-торговля Сколько магазинов в стране Минздрав в Беларуси обновил статистику по COVID-19 За минувшие сутки зафиксировано 1184 пациента с положительным тестом на коронавирус Все с начала пандемии заразились 445 048 человек Около 200 иностранцев получили первую дозу препарата против COVID-19 в Беларуси Это граждане Украины, Литвы, Латвии, Эстонии и России Привиться приезжие могут в 59 учреждениях здравоохранения, которые определил Минздрав Напомним, возможность безвизового посещения предоставляется с 15 июля 2021 по 31 декабря 2022 на срок до 5 суток для вакцинации В Бобруйский укол делают в третьей поликлинике Лучше быть осторожным и здоровым, чем сбитым Госавтоинспекция продолжает нести дежурство на дорогах города В этот раз в опусе внимания инспекторов неуступчивые водители и невнимательные пешеходы В очередную рейд отправилась и Ольга Васенда Причина остановки – не пропуск пешеходов Водитель внедорожника не спорит, а смысл Камера зафиксировала момент Дебру проехал, а вот уступить дорогу людям – забыл Нарушителя просят пересесть в машину инспекторов Проверка по базе данных – мужчина чист На первый раз отделывается предупреждением Передо мной машина ехала, да, и я этих двух девчонок не заметил Я их заметил, когда уже проехал, так пешеходный, ну куда-то там уже останавливаться Ну, нарушил, да, никуда не денешься Первый раз или второй? Ну, за все время, наверное, второй раз А в этом году, наверное, первый Не прошло и десяти минут, как на наших глазах Еще один водитель проносится по дороге Видеорегистратор фиксирует очередной непропуск В качестве алиби семейная пара говорит Что недавно обосновались в Бобруйске И еще не успели хорошо узнать город Нарушителю предупреждение и полезный подарок В наше время и люди невнимательные бывают И водители, и жара Тем более все на все Я крутил Мы переехали только сюда, в город Мы ищем улицу, нам надо улицу Вся проблема в том, что, к сожалению, человек пока еще несовершенный И он не может одновременно выполнять две задачи Искать необходимую улицу И в это же время быть настолько внимательным, чтобы заметить пешехода, который вдоль секунды шагнул чуть-чуть раньше туда, куда я уже заворачивал К сожалению, частенько и сами пешеходы игнорируют даже самое элементарное правило Вот вам пример Парень перебегает дорогу в неположенном месте Тем самым подвергает опасности свою жизнь и других участников движения А ведь до зебры буквально пару метров Повезло, никто не пострадал Спринтер отделался предупреждением А ведь мог и штраф получить Размер от одной до трех базовых Максимум 87 рублей Сильно спешил по делам И вот как-то вот так вот получилось Дорожно-транспортное происшествие с участием пешеходов – одна из самых острых проблем В этом году пять претендентов Это 30% от общего количества зарегистрированных ЧП на дороге Всего случилось 17 ДТП Согласно закону, в первый раз предупреждение В последующие – штраф от одной до пяти базовых Босавтоинспекция города Бобруска напоминает водителям о необходимости снижения скорости Вплоть до полной остановки транспортного средства при подъезде к пешеходному переходу О пешеходам, в свою очередь, напоминаем о том Что прежде чем перейти проезжую часть дороги по регулируемому либо нерегулируемому пешеходному переходу Нужно убедиться в том, что вас действительно пропускают А также быть внимательными и не отвлекаться на посторонние разговоры и гаджеты За первые полгода зафиксировано 1711 нарушений Плюс 812 по причине самих пешеходов К слову, инспекторы продолжают нести дежурство Рейды завершатся 2 августа В фокусе внимания – Бобруйск и район Ольга Васенда, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360 Количество рейсов, указ президента и ажиотаж в университетах Вступительная кампания приближается к своей кульминации Какие самые популярные специальности? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре 1 августа завершится общественное обсуждение указа президента О вопросах автомобильных перевозок пассажиров Изменения коснутся службы такси и маршрутных транспортных средств Документ ужесточит требования к оказанию этого типа услуг Главное – безопасность граждан В Минтрансе полагают ездить по-новому белорусы смогут уже в следующем году В стране продолжается уборочная кампания Общий вес каравая уже более 2,5 миллионов тонн В авангарде – Брестская область Столичные аграрии приближаются к рубежу в 600 тысяч На третьем месте идет Гродненский регион Затем Гомельский, Могилевский и Витебский Сейчас в полях более тысячи машин На помощь хлеборобам прибывают и студенты колледжей В Беларуси активно набирает обороты интернет-торговля За пять лет количество онлайн-магазинов увеличилось более чем вдвое И на начало года составило 25,5 тысяч За первое полугодие 2021-го плюс еще полторы Вырос и удельный вес розничного товарооборота более чем в два раза В март отмечают На фоне пандемии люди стали чаще отдавать предпочтение покупкам в сети Чтобы реже посещать стационарные магазины Белавиа с 1 августа увеличивает количество рейсов по маршруту Минск-Москва-Минск С 10 до 20 раз в неделю Авиакомпания будет выполнять половину полета в аэропорт Домодедово Другую в Шереметьево Перед покупкой билета перевозчик рекомендует уточнять условия страны назначения по въезду, выезду и пребыванию Вступительная компания приближается к своей кульминации По предварительным данным в тройке лидеров международные отношения, правоведение и физическая культура Сюрпризом стало количество абитуриентов На некоторые специальности пришло в 10 раз больше, чем вузы планировали изначально Так максимальный конкурс в БГУ 12 человек на место В университете информатики и радиоэлектроники 5,5 Именно те, кто пройдет на бюджет, станут известны до 5 августа На платное до 11 Наша сила в крепости Тыла На базе 83-го инженерно-аэродромного полка прошли сборы с должностными лицами ВВС и войск ПВО В занятиях приняли участие 150 человек В качестве обучаемых офицеры из многих воинских подразделений Белоруссии Одной из локаций стал централизованный заправщик топлива Комплекс позволяет одновременно обслуживать до 7 воздушных судов Когда каждая секунда на счету, это колоссальная экономия времени и средств Дело в том, что такие централизованные заправщики топлива Они есть не во всех воинских частях Поэтому многие офицеры о них только слышали Но при этом даже не подозревают, что они из себя представляют Их истинное назначение и какие на самом деле от них положительные плюсы Соответственно, офицеры, которые служат на аэродромах Видели, им уже интересно было, они уже пошли по расходной группе резервуаров То есть уже пошли делиться опытом На станции Березина тыловикам рассказали и показали, как правильно организовать питание в пути исследования Самое главное – полученный опыт перенести на работу в своих частях Разговор о небе в детском лагере «Мечта» прошла встреча с будущими летчиками В актовом зале 1, 2, 3, 4, 5 и 15 отряды Дети среднего и старшего возраста На противоположном фланге курсанта авиационного факультета военной академии В начале о учебе, службе и упражнениях и, конечно, первом полете Ребята, в свою очередь, интересуются, как поступить, спрашивают о бытии, много еще о чем Просто отдыхаем, общаемся с ним Нет никакого плана, просто подготовили небольшую презентацию буквально до выезда на часик Сделали про наш факультет, про нашу академию Рассказываем ребятам, может кому-то интересно, может кто-то хочет покорить небо, как мы Диалог длился больше часа Подобные встречи для лагеря – новинка Стоит отметить, внимательно слушали не только дети, но и воспитатели Это все и события к этой минуте Смотрите нас в интернете и в соцсетях Мы в эфире каждый будний вечер Счастливо! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова